Прежде чем рассматривать процесс обучения нейронной сети, мы рассмотрим понятие размеченной обучающей выборки. Что такое размеченная обучающая выборка? Размеченная обучающая выборка состоит из какого-то количества объектов, и для этих объектов мы знаем две вещи. Во-первых, это некоторые признаки, x1 и так далее, xn. Для каждого объекта мы знаем некоторый набор признаков. Кроме того, мы знаем некоторую метку объекта y1, и для n-ого объекта это будет yn. Рассмотрим пример. Зависимость силы ветра от дня. Чем может характеризоваться день? Во-первых, это порядковый номер дня в году. Во-вторых, было ли облачно или не было облачно в этот день. В-третьих, какая была температура в этот день. В-четвертых, какое было давление в этот день, ну и так далее. y1 и так далее, yn, в нашем случае это будет скорость ветра в метрах в секунду. То есть, что это означает? Что по признакам, какой номер дня и так далее, было ли облачно или не было облачно, мы хотим восстановить, какая была сила ветра в этот день. Мы можем на этом обучить некоторую нейронную сеть, но прежде чем обучать нейронную сеть, мы разделим эту выборку на три куска. Это хорошая практика. Это тренировочный поддатасет, это валидационный поддатасет и тестовый поддатасет. Что такое тренировочный поддатасет? Это то, что мы непосредственно используем для обучения нашей модели. Валидационный датасет нам нужен для того, чтобы подстраивать параметры обучения нашей модели. Мы на самом деле его никогда не используем в процессе обучения, но мы подгоняем некоторые параметры, чтобы на этом датасете результаты были лучше. И тестовый датасет. Это датасет, на котором мы будем проверять окончательный результат. Мы никогда его не видели и не подгоняли никаких параметров под этот тестовый датасет. Если у нас получится хорошее результат на тестовом датасете, это означает, что наша модель обобщила информацию, которая ей была предоставлена.